Автоматический пистолет Лёркера. В 1950 году два оружейника Лёркер и Купини разработали в итальянском городке Болония новый 25-зарядный. На практике в основном применялись 20-зарядные магазины. Автоматический пистолет под патрон калибра 6,35 мм. По сути, запатентованное в 1951 году разработка представляла собой миниатюрный пистолет-пулемет. Оружие получило известность как автоматический пистолет Лёркера или пистолет Лёркера и Купини. Оружие изначально позиционировалось разработчиками как гражданское оружие самообороны. Однако из-за набора своих характеристик, малые размеры, простота применения, высокая скорострельность, около 1200 выстрелов в минуту, оружие практически сразу же было запрещено властями. По некоторым данным, произвести успели всего порядка 150 образцов данного пистолета. Патрон 6,35 на 15,5 мм. Создатели сразу же рассматривали пистолет в качестве оружия для самообороны, при этом пистолет отличался миниатюрными размерами. Исходя из этого подбирался и патрон к нему. Основной целью разработчиков было дополнить относительно малоэффективные и слабые боеприпасы 6,35 на 15,5 мм возможностью ведения автоматического огня. По мнению итальянских разработчиков, это должно было компенсировать недостатки, которыми обладал данный патрон. Стоит отметить, что патрон калибра 6,35 на 15,5 мм был разработан еще в 1906 году известным оружейником Джоном Мозесом Браунингом. Он разработал патрон специально для малогабаритного карманного пистолета Фэнн Браунинг образца 1906 года. Общепринятое обозначение данного патрона 6,35 на 15,5 HR. Буквы HR в названии сигнализируют о наличии у гильзы слабовыступающей закраины, или же слабовыступающего фланца, в сочетании с проточкой, хап рент от немецкого или халф рим от английского. Данный патрон был известен под разными названиями, к примеру, 25 ACP, 6,35 Браунинг, 6,35 мм и другие. В начале 20 века данный пистолетный патрон получил широкое распространение среди гражданского оружия, предназначенного для самообороны. Под этот патрон в начале прошлого века разработали огромное количество моделей пистолетов для самообороны карманного типа. Некоторые из этих пистолетов выпускаются до сих пор. Примерами таких пистолетов являются беретта модели 950-21 или Вальтер моделей РРК и ТРН, а также множество других пистолетов. После того, как в США началось производство пистолета Кольт 1908, который являлся американской копией немецкого пистолета Фэнн Браунин образца 1906 года, там начался и выпуск патрона 6,35 на 15,5 HR к нему, который получил в Америке обозначение 25 ACP Automatic Colt Pistol. Помимо Кольта данный патрон выпускался и американской фирмой Union Motelik Cartridge, АМК, которая была подразделением компании Remington, а также ряд других известных фирм США и Европы. Патрон 6,35 на 15,5 HR отличался наличием цилиндрической гильзы с небольшой конусностью к дульцу. Пуля была оболочечной и имела свинцовый сердечник. Оболочка пули тампаковая или медная, она была покрыта мельхиором. Гильза была латунной. Масса всего патрона составляла 5,3 грамма. Масса пули 3,25 грамма. Масса используемого порохового заряда 0,09 грамм. Начальная скорость полета такой пули составляла 228 метров в секунду, дульная энергия, 92 джоуля. Данный патрон использовался и в Советском Союзе. Так, в 1926 году на вооружение высшего командного состава РКК был принят пистолет конструкции Коровина, получивший обозначение ТК. Он был создан под патрон калибра 6,35 мм. При этом патрон данного калибра для пистолета Коровина несколько отличался от патрона 6,35 Брауна. Главным образом отличие состояли в несущественном увеличении массы пули, порохового заряда и длины патрона. При этом диаметр фланца гильзы у европейского патрона был незначительно больше. Патрон калибра 6,35 мм, который использовался с пистолетом ТК, получил в СССР обозначение 6,35 ТК, выпуск данного патрона продолжался до середины 60-х годов прошлого века. Стоит отметить, что в основном патроны калибра 6,35 на 15,5 использовались исключительно в миниатюрных пистолетах, которые также назывались дамскими. Все дело в том, что он обладал очень низкой пробивной способностью и низким останавливающим действием. Часто такая пуля не пробивала черепную коробку человека. Пули, выпущенные из карманных автоматических пистолетов, обладали скоростью немногим более 200 метров в секунду. Для того, чтобы остановить отлично подготовленного и готового к схватке противника, такой скорости было недостаточно. Необходимо было, по крайней мере, поразить нападающего в жизненно важные органы. Сделать это из оружия калибра 6,35 мм в экстремальной ситуации было очень сложно, особенно на предельном расстоянии – более 10 метров. По той причине, что данный калибр специалистами признается малоэффективным. В настоящее время аналоги данного патрона выпускаются с экспансивной пулей. Такие пули обладают способностью увеличивать свой диаметр при попадании в мягкую среду. Особенности конструкции пистолета Лёркера Неизвестно, почему итальянские разработчики первоначально решили создать именно гражданскую версию пистолета под такой маломощный патрон, так как в их планах было и создание армейской версии своего пистолета под 9-мм патрон Глиссенти. В то же время преимущество автоматического огня с таким маломощным патроном для оружия самообороны, которое используется на очень близких дистанциях, очевидны. Шанс убить или вывести из строя противника за сравнительно небольшой временной промежуток времени существенно возрастал. Вторым положительным качеством соединения слабого боеприпаса и автоматического режима огня на короткой дистанции было то, что почти отпадала необходимость в точном прицеливании из пистолета, так как очень слабая отдача при выстреле вполне позволяла стрелку контролировать пистолет и достаточно хорошо им управлять. При этом по причине очень большой скорострельности магазин в 20 патронов оставался пустым при ведении огня очередями буквально за секунду. Теоретическая скорострельность пистолета Лёркера составляла 1200 выстрелов в минуту. На практике же вы бы просто не успели менять с такой скоростью магазины. Вместе со снаряженным магазином на 20 патронов пистолет весил 930 грамм. Общая его длина составляла всего 184 мм, а длина ствола 104 мм. Автоматика пистолета была построена аналогично автоматике, используемой в пистолетах-пулеметах. Стрельба осуществлялась с открытого затвора, который непосредственно перед выстрелом отводился назад. Существенно более любопытной представлялась компоновка всей реализованной механики. Так возвратная пружина пистолета Лёркера располагалась вокруг его ствола, а затвор обладал практической длиной, равной длине самого оружия, и двигался по стволу пистолета, как по направляющей. Вместе это было собрано в необычной ствольной коробке, представляющей собой трубку с укрепленным в ней стволом и примыкающей рукоятью, на которой располагался спусковой механизм. При этом спусковой механизм пистолета находился под стволом. Расположение спускового механизма было обусловлено размещением основных элементов управления пистолетом, а также положительным образом отражалось на габаритах оружия. Пистолетный магазин вставляется внутрь рукоятки, где он фиксировался с помощью подпружиненной защелки, находящейся в нижней части рукояти. Прицельные приспособления на пистолете были открытого типа, нерегулируемые, по сути в них просто не было необходимости из-за использования оружия на небольшой дальности. Как мы отмечали в начале видео, пистолет не получил широкого распространения. Итальянские власти просто испугались, что этот компактный практически пистолет-пулемет станет доступен для широких масс населения страны. В то же время армия и полиция также не заинтересовались моделью, так как патрон калибра 6,35 мм был достаточно слабым. В результате выпустить удалось не более 150 таких пистолетов, которые разошлись по всему миру. А разрабатывать оружие под более эффективный патрон, к примеру, 9-мм патрон Глизенти, разработчики по какой-то причине не стали. Друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под видео, это мне помогает совершенствовать свой канал и находить более подходящую для вас информацию.